Далее международная хроника. В Палестине назначен новый премьер-министр. Между тем, мировой спрос на нефть, по последним прогнозам, вырастет больше, чем ожидалось из-за растущих потребностей в топливе судов, перенаправленных из Красного моря. А промышленное производство в январе 2024 года в Евросоюзе резко сократилось. Как сообщает Евроньюз, глава палестинской автономии Мухаммад Аббас назначил новым премьер-министром своего соратника, бизнесмена Мухаммеда Мустафу. Ему предстоит в течение трех недель сформировать 19-е правительство Палестинской национальной администрации, которое обладает ограниченной властью на Западном берегу. Аналитики считают это шагом по реализации плана послевоенного устройства газы. США приветствуют предложение Хамаса о прекращении огня в осторожно-оптимистическом духе, сообщает турецкий телеканал TGRT Haber. Это предложение соответствует проекту, разрабатываемому американской стороной, заявил на брифинге советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби. Американский политик сообщил, что в Катар направляется дополнительная делегация для активизации усилий по достижению временного прекращения огня и выразил надежду, что мир будет достигнут как можно скорее. Мировой спрос на нефть по прогнозам вырастет больше, чем ожидалось из-за растущих потребностей в топливе судов, перенаправленных из Красного моря на фоне атаки имейских повстанцев-хуситов, а также более радужных экономических перспектив в Соединенных Штатах, сообщает Международное энергетическое агентство. В своем ежемесячном отчете о нефти, базирующейся в Париже, агентство сделало пересмотр к мировому спросу на нефть на 110 тысяч баррелей в день в сторону повышения по сравнению со своим предыдущим прогнозом. Промышленное производство в ЕС резко сократилось в январе 2024 года, сообщает Евростат. В январе показатель снизился на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим снижением с марта 2023 года в еврозоне. Наибольшее месячное снижение было зафиксировано в Ирландии, на Мальте и Эстонии. Промышленное производство в январе больше всего выросло в Польше, Словении и Литве.